Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Встретились, поговорили» Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И сегодня у меня в гостях главный редактор РУС Делфи Эстонии Андрей Шумаков Здравствуйте, Андрей Добрый день Добрый день Телефон на прямого эфира 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Звоните, задавайте свои вопросы Номер WhatsApp 230-6191 Андрей, вы сами из России Жили в Риге Сейчас живете и работаете в Эстонии Можете сравнить русскую аудиторию Которая живет в России, в Латвии и в Эстонии Насколько она отличается? Она отличается Она, безусловно, отличается Она отличается, во-первых, по темам Которые ее интересуют Поскольку очевидно, что людей в России Больше интересует Положение дел в России Больше интересуют какие-то глобальные истории Людей в Латвии и людей в Эстонии Безусловно, интересует в первую очередь Что происходит у них под боком В их странах И истории из России интересуют Ну, постольку, поскольку Все-таки есть какие-то культурные связи У кого-то там родственники У кого-то, может быть, друзья Но все-таки, все-таки То, что больше интересует Это всегда находится под боком И это всегда Всегда где-то рядом Ну и, конечно, люди в России Русские в России, назовем это так Это титульная нация И такие проблемы, как Вопрос негражданства Или вопрос второго государственного языка Возможного Они, мне кажется, русских в России Не интересуют вовсе А здесь это вопросы Первостепенной важности А русские, живущие в Латвии Отличаются от русских, живущих в Эстонии? Русские, живущие в Латвии И русские, живущие в Эстонии Наверное, да Наверное, да Наверное, отличаются Хотя, конечно, есть Масса общих проблем И масса общих радостей В том числе Но все-таки Все-таки Наверное, отличия есть Но мне кажется, что это отличие Также проецируется И в целом на обе страны Поскольку есть отличия между Эстонией и Латвией, и все-таки, если мы будем, например, говорить об экономике, то, по крайней мере, пока ситуация складывается так, что в Эстонии, ну, чуточку все, чуточку, как мне кажется, посолиднее, чуточку поувереннее страна стоит на ногах. Но это касается, например, средней зарплаты, она в Эстонии значительно выше, чем в Латвии. В Эстонии тоже есть, безусловно, безработица, и, безусловно, среди русскоязычного населения Эстонии она больше, чем среди эстоноязычного населения Эстонии, но в Латвии эти цифры все-таки, как мне кажется, более угрожающие. И вот этот разрыв, национальный разрыв в плане безработицы в Латвии, мне кажется, он тоже больше. Вы, когда переехали из России, из Москвы в Ригу, вам легко было адаптироваться? Мне было адаптироваться легко, потому что все-таки и Рига, и Таллин в этом плане города для человека, для которого язык в его работе все-таки, я имею в виду государственный язык, все-таки не настолько важен. А я при переезде работал в велосипедной команде Олега Тинькова. Все-таки и Рига, и Таллин в этом смысле города комфортные, русского и английского и здесь, и в Таллине вполне хватает. Опять-таки оговорюсь, если твоя работа не связана с тем, чтобы говорить на государственном языке. Сейчас моя работа все-таки с этим связана, сейчас я учу эстонский язык и довольно интенсивно это делаю. И насколько успешно, кстати. Ну, посмотрим, время покажет. Мне поставили цель, чтобы осенью я участвовал во всех собраниях, которые проходят на эстонском, разумеется, языке. Внутри редакционные, я имею в виду редакцию не Русдельфи, а объединенную редакцию, то есть собрания, которые проходят в холдинге. Мне поставили цель, чтобы я в них участвовал на равных, чтобы я понимал все, что происходит со столом, и чтобы я мог что-то сказать. Ну, я думаю, что к осени я должен с этим справиться. Можно ли сказать о том, что, решив назначить вас главным редактором, холдинг Делфи в какой-то степени пошел на риск, потому что в основном, как мы знаем, назначают место. То есть граждан стран, вы гражданин России, который относительно недавно переехал в Эстонию, и вас поставили на эту позицию. Это правда, это правда, и я, безусловно, руководству холдинга за это доверие благодарен. С другой стороны, все-таки можно говорить о том, что медиа-менеджеров с опытом работы, их не очень много на рынке, их не очень много на рынке стран Балтии. И поэтому все-таки у меня был определенный опыт руководства именно крупным порталом. Это «Советский спорт». Да, я был главным редактором портала «Советский спорт» в течение нескольких лет, и мне кажется, что это сыграло определяющую роль, конечно, потому что все-таки рынок специалистов здесь очень сильно ограничен. В то же время, когда российские журналисты начинают работу на Балтийском рынке, они часто сталкиваются с другой проблемой – это ограниченная аудитория. Когда ты работаешь, например, в России, и у тебя потенциально читающая аудитория составляет 145 миллионов человек, то локальные новости, они в основном интересны только тем, кто живет в пределах этих границ. Вот не возникает ли это проблема, потому что это совсем другая специфика? Это правда, это правда, но меня это абсолютно не останавливает, меня это абсолютно не пугает. Посещаемость у нас очень хорошая, и я могу сказать, что большая часть русскоязычного населения Эстонии нас читает, большая часть всех русскоязычных людей в Эстонии. Я имею в виду людей взрослых все-таки. Поэтому мне очень приятно, что портал, который я возглавляю, является столь популярным в своей стране. В Эстонии несколько лет назад был запущен русскоязычный телеканал ЭТВ+. Вы также там работали. На ваш взгляд, идея и запуск этого канала, она оправдала себя в конечном итоге? Можно ли говорить о том, что это было сделано не зря? Как вы считаете? Ох, сложный вопрос. Как сказали бы эстонцы, Рас Кеольда. Трудно сказать. Я не знаю, насколько сейчас можно подводить какие-то итоги деятельности телеканала ЭТВ+. И я не знаю, насколько я могу это делать. Очевидно, что канал развивается. Ну, очевидно, что он развивается. Очевидно, что когда долгое-долгое время в стране не было телеканала на русском языке, очевидно, что нужно было многие вещи начинать с нуля. И, опять-таки, не было ни специалистов в этом плане. Не было ни кадров каких-то. Но элементарно журналистов нужно было где-то найти. И все нужно было строить, строить, строить с фундамента. И сейчас, ну, наверное, если мы продолжим аналогию со зданием, но все-таки это здание как-то готово, и люди в нем, наверное, живут. Канал не так популярен, как, назовем это так, более традиционный для... Первый балтийский. Ну, другие, более привычные эстонскому русскоязычному уху средства массовой информации, наверное, это так. Наверное, это так. Но говорить о том, что вот мы сейчас сделаем канал, и вот он выстрелит у нас и будет адски популярным, ну, наверное, это сложно, потому что и в Эстонии, и в Латвии можно смотреть любые программы любых российских телеканалов. А все-таки русскоязычные зрители привыкли к этому. И когда, не знаю, в шоу «Голос» одна студия стоит больше, чем весь-весь-весь-весь двухсезонный бюджет шоу «Браво» музыкального, ну, наверное, с этим довольно сложно конкурировать, это правда. Но мне кажется, что это, ну, довольно очевидные такие вещи. И тут можно было бы сыграть, наверное, на том, что, ну, вот, зато это наше, зато это местное, зато вот это вот сделано прямо рядом с нами. Насколько, на ваш взгляд, велико влияние, информационное влияние России сегодня на жителей прибалтийских стран? Оно велико. Это информационное влияние, оно велико. Телевидение действительно транслируется практически в полном объеме. Можно смотреть любой российский канал. Те, кто не желает смотреть эти каналы в каком-то немножечко-немножечко купированном виде, но все-таки какие-то программы из ПБК не соответствуют именно первому каналу. Кто-то хочет смотреть вот просто первый канал такой, какой он в России, он ставит себе тарелку или использует IP-телевидение. То есть здесь никаких секретов, я думаю, нет. И поэтому это влияние, конечно, велико. Более того, все-таки на те события, которые сейчас происходят в России, и я это вижу, например, по истории с митингами в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на выборы. Так вот, относиться к событиям, которые происходят в России с этой стороны границы, чуточку проще. Потому что ты видишь только то, что показывают телеканалы, ты читаешь только то, что написано в интернете, и ты этого не видишь, ты не можешь это пощупать, насколько это хорошо или не очень хорошо. И поэтому, конечно, такие темы, они являются, ну, неким, не знаю, неким водоразделом, к сожалению. И они, к сожалению, делят людей на плохих и хороших, на своих и чужих. Ну вот феномен популярности, например, президента России Владимира Путина в Латвии, не знаю, как в Эстонии, предполагаю, что там тоже достаточно высокий процент русскоязычных, которые поддерживают. Да, больше 90% проголосовали, насколько я помню, на выборах. В Латвии 94, если не ошибаюсь, то больше, чем в Чечне, которая традиционно ставит рекорды. Чем это можно объяснить? Тем, что смотрят со стороны по телевизору и видят вот эту некую глянцевую картинку или в чем-то еще? Во-первых, этим, безусловно, что видят глянцевую картинку. Во-вторых, тем, что в магазине, в любом супермаркете есть, не знаю, куча сортов сыра, а в России этих сортов сыра уже нет. И, в общем-то, нет уже довольно давно, но масса населения здесь русскоязычного об этом не знает. Ну а в-третьих и в-главных, бог с ним сыром, в-третьих и в-главных, мне кажется, что часть русскоязычного населения, и не могу говорить за всех, конечно, но с такими мнениями мне приходилось сталкиваться. Часть русскоязычного населения чувствует себя все-таки в той или иной степени обиженными за то, что произошло в 91-м году. И, конечно, когда ты чувствуешь себя обиженным, когда ты хочешь реваншироваться, то тебе хочется проголосовать за лидера, который позиционирует себя сильным. То есть в этом смысле Путин отвечает интересам, каким-то чувствам значительной части людей? В этом смысле да, конечно. Ну вот когда мы говорим о русскоязычном населении, я этот вопрос задам после звонка, у нас радиослушатель появился. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Да, Константин, задавайте вопрос. По поводу Путина и России, о вашем гостю, как такая идея, что мы в Латвии живем в тех условиях, к которым призывает оппозиция в России, мы понимаем, что это за условия, мы понимаем их цену, и мы не хотели бы этого пожелать России, и именно поэтому поддерживаем существующий режим в России, потому что не дай вам Бог построить такую систему, как у нас в Прибалтике. Спасибо. Спасибо. Ну вот реплика. Ну вот такой человек, который большую часть жизни прожил в России, может прокомментировать. Интересный вопрос. Я не очень понимаю, почему Латвия живет именно таким образом, которым призывает оппозиция в России. Если мы говорим исключительно о том, что оппозиция в России призывает к сменяемости власти, а в Латвии и в Эстонии власть все-таки сменяема, и меняются и президенты, и премьер-министры, то мне кажется, что жить при сменяемой власти все-таки лучше, чем при несменяемой. Но это мое личное мнение. Может быть, у слушателя мнение другое, и он на это имеет абсолютно полное право. Но как бы проблемы, которые есть, безусловно, и у Латвии, и у Эстонии, и у русскоязычных здесь людей, и в данном случае у латвийцев, у эстонцев, у титульных наций, не знаю, все-таки связаны не с тем, что власть сменяется или не сменяется. И если бы власть в этих странах не сменялась, ну, лучше бы не было, было бы хуже. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Александр. Прошу прощения, включился в беседу совсем недавно. Но если позволите, у меня вопрос к вашему собеседнику. Как бы маленький комментарий. Я за сменяемость власти и в России, и всюду, да, но вы, наверное, не в курсе наших реалий. Кто вам сказал, что у нас власть меняется? Власть в Латвии не меняется уже на протяжении 28 лет у нас в власти. Одни и те же люди. То есть, как бы, вы, наверное, не в курсе наших реалий. У нас одни и те же люди во власти. Только меняются, как бы, фамилии, но одни и те же партии, одни и те же составляющие. Так что вы тут в данной ситуации, мне кажется, ошибаетесь. Спасибо. Да, спасибо вам. Я не очень хорошо знаю политическую ситуацию в Латвии, это правда. Я могу тогда сказать за Эстонию. Ну, все-таки там сменяемость власти есть. И, в конце концов, нынешнему премьер-министру Эстонии, если я не ошибаюсь, то он 79-го года рождения, ему 40 лет. Он не мог 28 лет назад быть ни у какой власти, кроме как в своей средней школе. Ну, я 79-го года рождения, когда распался Советский Союз, нам с премьером было 11. Вот примерно так, да. То есть, он, наверное, где-то мог быть, не знаю, старостой в классе, или как эта должность могла называться. То есть, партии меняются. К некоторым партиям можно относиться хорошо, плохо, к любым партиям можно относиться хорошо, плохо, скептически и так далее. Но все-таки в Эстонии, например, даже представители разных партий возглавляют правительство время от времени. То есть, до этого были реформисты, сейчас вот второй срок подряд возглавляет из-за, скажем так, такой довольно спорной коалиции с партиями Экры, которая все-таки довольно правая партия, и с еще одной более или менее правой партией ИСАМа, сейчас возглавляет правительство представитель партии центристов. Но вот такая вот коалиция. Несмотря на то, что партия реформистов выиграла парламентские выборы, все-таки центристы остались у власти. Еще звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Ваш гость говорит, что русскоязычные чувствуют себя обиженные и желают реванш. Никто реванша не желает. А вот я вам вопрос задаю. Вам понравится, если вас так грубо предадут, как нас предали фактически, и лишили всех прав? Понравится или нет? Спасибо. Разумеется, мне не понравится, если меня грубо предадут и лишат всех прав. Я могу ответить на этот вопрос предельно честно. Я же не осуждаю никого за то, что кто-то на кого-то обижен. Я просто констатирую факт, люди чувствуют себя, вот как данный радиослушатель, чувствуют себя преданными и преданными именно государством, в котором они прожили всю свою жизнь. И многие из них в этом государстве родились. То есть многие из них не приехали в него, а родились в нем. Это правда. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, Алексей. Знаете, хотел один вопрос задать вашему собеседнику. Было мне интересно, в свое время искал, что такое Дельфи вообще концерт. Может вам парочку слов сказать вообще, кто финансирует этот концерт и кто хозяин реально этой организации? Это один вопрос. А насчет там отсутствия сыра в России? Ну, вы знаете, наверное, ваш собеседник тоже давно в России не был. Я много туда езжу, работаю. Сыра и всего полно. Но, кстати говоря, менять страну на количество сыра в магазинах. Вот и получается в итоге то, что на Украине и то, что у нас. Что народ разбегается, а Россия все-таки развивается. Я там много работаю, прекрасно знаю Россию. Там все идет правильно. Если бы вот такие либеральные оппозиции не мешало. Спасибо. Ну, про сыр это все-таки была такая более или менее шутка, конечно. То есть, никто, разумеется, из-за сортов сыра не меняет страну, как мне кажется. Что же касается того, как идет, ну, я не знаю. У каждого слушателя на этот счет есть свое мнение. Это абсолютно нормально. В России я все-таки несколько раз в год бываю, и у меня там мама живет, в конце концов. И в магазины я там захожу, и понимаю, в чем разница между эстонским и латвийским магазином, с одной стороны, и российским с другой. И, не знаю, если кто-то этого не видит, ну, окей, что я могу сказать. Что же до того, что... Кто хозяин Дельфи. Кто хозяин Дельфи, но есть... Найти эту информацию очень несложно. Есть эта информация на любом из сайтов Дельфи в Эстонии, в Латвии, в Литве, и концерн, экспресс-медиа, в который входит довольно большое количество средств массовой информации. Я, честно говоря, даже сейчас, на вскидку не скажу, сколько, но это и газеты, и журналы, и сайты. И в данном случае Дельфи – это крупнейшее русскоязычное издание данного концерна. И сейчас звонок примем перед тем, как сделать небольшой перерыв. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, слушаем вас. Сорвался у нас звонок, тогда прервемся сейчас на несколько минут, вернемся и продолжим. Андрей Шумаков, главный редактор русскоязычного портала Дельфи в Эстонии у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, и сегодня у меня в гостях Андрей Шумаков, главный редактор портала Дельфи на русском языке, который выходит в Эстонии. Здравствуйте, Андрей, еще раз. И еще раз добрый день. Много звонков у нас, продолжим их принимать. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый день. Слушайте. Я, пожалуйста, могу еще такой вопрос. А скажите, пожалуйста, вам не кажется, что в России нет сменяемости власти, потому что такие активные, каждый не России, как вы, уезжают оттуда в Эстонию, в Латвию, в Литву. Они там голосуют. И там проявляют свою инициативу. А вот проявляют инициативу в Эстонии и в Латвии, рассказывая, как у нас тут хорошо, а в Москве сыра нет. Спасибо. Как история с сыром-то зацепила наших слушателей. Да, сыр, видимо, будет сегодня лейтмотивом нашего эфира. Да, в каждой шутке есть доля шутки все-таки. Нет, я не думаю, что все-таки в России как-то осталось меньше активных людей после, не знаю, моего отъезда или чего-то еще. К сожалению, многие из этих активных людей сейчас отбывают те или иные сроки наказания за то, что они кого-то к чему-то призывали, по мнению следствия и так далее. По выборам в Мосгордуму мы сейчас видим, что достаточно большое количество людей могут проявить свое недовольство. И что важно, эти люди все-таки… Ну, то есть, главная проблема этих людей действительно не отсутствие сыра в магазинах и не то, что они себе не могут чего-то позволить. Потому что большая часть людей, которые выходили в последние недели в Москве на митинги, это люди все-таки достаточно хорошо зарабатывающие. Это люди, которые себе могут позволить поехать куда угодно на отдых. Поэтому активных людей там достаточно много. Проблема в том, что государство с активными людьми, я имею в виду сейчас российское государство, взаимодействует довольно странным образом, пытаясь пыл этих активных людей, которые как раз за сменяемость власти голосуют, охладить дубинками и другими неприятными мерами. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Константин, еще раз коротенько. Путину власти 14 лет пока на данный момент времени, Меркель 16. Почему не коротит на позицию либералов несменяемость власти в Германии, но коротит несменяемость власти в России? Да, спасибо. Ну, это такой обычный очень вопрос. Да, вот Меркель вот как-то вот задержалась у власти, что же делать? Ну, в Германии традиция такая, на самом деле. В Германии тоже канцлеры проводили действительно довольно большое количество времени у власти, это правда. Да, но если мы посмотрим, например, на то, как там меняются президенты, кто, например, знает вообще, кто президент Германии? Ну, вот ты знаешь, да, хорошо. Не все об этом знают, то, наверное, там президенты все-таки тоже меняются. Да, канцлер Германии это, насколько я понимаю, и в Латвии, и в Эстонии это первое лицо государства, но все-таки не, скажем так, юридически первое лицо государства. Ну, вот да, в Германии тоже так происходит. Но в Германии есть такая штука, как свободные выборы. Я не припомню, чтобы в Германии через какие-то аффилированные структуры государство владело самыми крупными средствами массовой информации. Я такого в Германии не припомню. И мне кажется, что любое, не знаю, телеканал ARD, телеканал CDF, Deutsche Welle, несмотря на то, что какие-то из этих компаний являются, может быть, общественными, любой из этих средств массовой информации может спокойно себе позволить критиковать деятельность Ангела Меркель. В Германии любой человек, который хочет пойти в политику, может в нее пойти. Не то, чтобы я исследовал как-то этот вопрос специально, но я вполне представляю, как это происходит. В Эстонии, кстати, тоже, я думаю, что и в Латвии, если человек хочет каким-то образом поучаствовать в политической жизни, он, наверное, может это сделать. В России, к сожалению, это не всегда так. Вот, наверное, в этом разница. Что же до того, что Путину власти 14 лет? Ну, я бы все-таки считал иначе. И мне кажется, что... Пост-премьер-министр тоже считается. Ну, мне кажется, что эту рокировку нельзя принимать всерьез все-таки. И люди, которые ее всерьез принимают, ну, я думаю, что обманывают в первую очередь самих себя. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Журналист, главный редактор Русс Делфи из Эстонии Андрей Шумаков у нас сегодня в гостях. Звоните, пишите в WhatsApp 2306191. Много звонков у нас еще примен. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Так, сорвался у нас звонок. Зачитаю тогда вопрос, который пришел к нам по WhatsApp. Добрый день. Хотелось бы попросить у главного редактора Делфи уделять больше внимания орфографии русского языка. Очень много ошибок. Есть такая проблема? Ох, это правда. Это правда. Мы пытаемся писать новости очень быстро. И, к сожалению, вот такая беда с ошибками у нас происходит. Мы пытаемся с этим бороться. Мы стараемся исправлять ошибки, когда нам на них указывают. Мы перечитываем тексты. Но ошибки есть. Это правда. Ошибки есть. Есть ошибки грамматические. Случаются ошибки стилистические при переводах каких-то. Каюсь. Будем бороться. Еще звонок у нас так только что был сорвался. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте. Как вас зовут? Извините, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста. Да, коротко, пожалуйста. Вот вы хотите, так сказать, Россию подогнать под общий орфин. А еще давно поэт сказал, что Россия орфином общим не измерит. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Умом России не понять, а другими местами больно. Я слышал такую интерпретацию этого стихотворения, кстати. То есть, у России особый путь. Вот это вот все, ну... Стать. Стать. Да, в нее можно только верить. Ну, я не знаю. Может быть. Я не знаю. Но как-то мне не очень приятно, что почему-то на стране, в которой я родился, какое-то уж очень большое количество экспериментов ставится. Вот мне от этого, например, не очень приятно. Да, может быть, я хочу, чтобы Россия развивалась, как развиваются какие-то другие государства, не знаю, европейские государства. Россия же все равно хочет быть похожей на Европу. Вряд ли Россия хочет быть похожей на какие-то азиатские государства, на исламские государства, например. Ну, вроде бы нет, вроде бы не хочет. Вроде бы хочет быть похожей на Европу. Но при этом развиваться, как развиваются европейские государства в большинстве своем, ну, он как-то не особенно хочет. Ну, вот мне, да, мне вот жаль. Кому-то, наверное, нет. Опять-таки, любой слушатель, он имеет право думать, как ему хочется. Вот мы говорили о том, что все-таки аудиторию интересуют прежде всего местные новости. Но ведь, опять же, даже по звонкам мы видим, насколько чувствительной является тема России. Конечно, является чувствительной, безусловно. То есть Россия в приоритетах в плане восприятия этих новостей, читаемости новостей из России и так далее. Если вопрос о том, новость про, не знаю, про перекрытие дороги в Лосномяе, это такой, это самый большой район Таллина, я поясню для слушателей. Это где Нолан снимает? Это где Нолан, да, снимал свое кино. И если мы будем говорить вот про Нолана, про перекрытие дороги в районе Лосномяе, про какие-то еще вещи, которые случаются здесь и сейчас, про повышение или понижение акцизов на алкоголь, например, то все-таки эти новости будут более популярными, чем новости из России. Но, если мы говорим действительно о каких-то, не знаю, своего рода, не знаю, каких-то сенсациях, если так можно сказать, из России, да, они тоже будут популярны. Но местные новости я бы на этом фоне не стал бы недооценивать. На ваш взгляд, нет ли некой несправедливости? Потому что, когда, например, российские либералы выходят в эфир и им задают вопросы о ситуации в балтийских странах, ну, в частности, о деле Владимира Линдермана или Александра Гапоненко, которые тоже отбывали наказание. Есть вопросы к спецслужбам, там, жесткие задержания и так далее. Они говорят, ну, мы ничего про вас не знаем, вот у нас есть своя проблема. Россию в основном знают и те страны, которые раньше входили в Советский Союз. Вот это вот некое эхо империи осталось в этом, в том числе в восприятии либералов, как вы считаете, что, ну, наши новости, своя рубашка ближе к телу, а вы, в общем-то, хорошо, что знаете, что у нас происходит. Ну, то, что в Москве, не знаю, то, что там, условно, Алексей Навальный не знает, что происходит в Эстонии, в Латвии, так это нормально. А почему он должен это знать? Ну, то есть, почему условному Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь должно быть интересно, что происходит в Эстонии, в Латвии. Ну, при этом, ведь и Любовь Соболь, и Илья Яшин, и Алексей Навальный, они как раз заинтересованы в привлечении общественного внимания, в том числе из-за рубежа. Да, но... То есть, остается Россия еще частью этой такой информационной империи в какой-то степени. Да, но в любом районе Москвы людей живет больше, чем во всей Эстонии, а в некоторых районах, так, наверное, больше, чем в Эстонии и в Латвии вместе взятых. И я думаю, что если уж мы будем говорить о каких-то, не знаю, гипотетически свободных выборах в России, то, наверное, лучше работать на своего избирателя и на его мнение, в первую очередь, ориентироваться. Ну, как говорил Сергей Довлатов, помните, была у него фраза, что у него был комплекс ее полноценности. У стран Балтии нет комплекса ее, то есть российской полноценности, в том смысле, что и титульные представители, титульные нации, и элиты обращают внимание на Россию, ну, очень большое. То есть, мы живем практически ежедневно в политической риторике, мы слышим слово «Россия». Трудно не обращать внимания, если у тебя в стране живет, как в Эстонии, миллион триста или как в Латвии чуточку побольше, а рядом страна, ну, во-первых, частью которой являлись эти страны некоторое время назад, а, во-вторых, страна, ну, все-таки с другим населением, с абсолютно другой территорией и, наверное, все-таки с другими ресурсами. То есть, размер имеет значение, чтобы… Размер имеет значение, исторический контекст имеет значение, возможно, если бы, если бы в… Ну, то есть, например, я думаю, что в Финляндии или в Норвегии, у которых есть тоже сухопытная граница с Россией, наверное, российская повестка дня меньше… ей меньше уделяется внимания. В Норвегии сняли сериал «Оккупированный». Было такое, было такое, но все-таки, мне кажется, в каждодневной повестке дня, мне кажется, что российские новости не так заметны. Но понятно, что я, к сожалению, не знаю точную цифру именно российских граждан, проживающих в Латвии, но в Эстонии это количество составляет больше 80 тысяч человек. Это именно совершеннолетние, это именно люди, которые обладают правом голоса, и 90% из них как раз и голосуют за Владимира Путина на выборах президента. Так вот, ну, это довольно солидная цифра для Эстонии. То есть, если мы сравним, допустим, количество неграждан и количество российских граждан, проживающих в Эстонии, то количество российских граждан больше. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, как вас зовут? Меня Олег зовут. Я хочу... Мне понравилось, как ваш гость сказал, значит, сменяемость власти в Прибалтике, в Эстонии, в Латвии. Спасибо. Он такой наивный, не понимает, что все, в принципе, идеологические вопросы у них, все одна и та же. Одна и та же партия придет всех идеологических установок. И вся эта дележка идет только за какие-то хозяйственные вопросы, и какая группировка хозяйственная придет к власти, и все. А название партии, какая разница? А для кого у вас вопрос, или вы реплика ограничите? Я реплика, реплика. Насчет вот сменяемости власти в Прибалтийских республиках. Конечно, это очень спорное такое утверждение. Спасибо вам. Предлагайте мне парировать, наивно парировать это все. Ну, можем принять следующий звонок, или хотите ответить на реплику. Ну, мне кажется, что сменяемость власти, она, в общем-то, и выражается в том, что разные люди приходят с какими-то, может быть, не радикально отличающимися друг от друга, но все-таки немного разными идеями. И я думаю, что если у многих из наших слушателей спросить, чем отличаются республиканские и демократические партии в США, я думаю, что тоже никто особенно не ответит, в чем они отличаются. Но это тоже более или менее партии, которые более или менее одинаково проводят политику. Более или менее. Зависит, конечно, от конкретного лидера, зависит от того, что Дональд Трамп отличается от Барака Обамы как человек. Но, тем не менее, все-таки это партии более или менее близкие. Поэтому то, что, например, в Эстонии партию реформистов сменяет более или менее близкая по духу к ней партия центристов, ну, так это и нормально. Но главное, что это другие люди. И главное, что эти элиты, все-таки их несколько, они не дают друг другу расслабиться. Они живут в постоянной конкуренции. Они живут в постоянной конкуренции, безусловно, а конкуренция, она и в экономике, и в политике, конечно, хороша. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Вот моя реплика такова. Вы говорите, что Навального, Яшина и Соболь не интересуют жителей Латвии и Эстонии. А вот вы, как жители Эстонии, интересуетесь ими. Вот как ни странно. Но вопрос у меня другой. У меня вопрос к вам профессиональный. Скажите, пожалуйста, я с первого дня выписываю конец у Спортэкспресс. Вот ваше мнение. Почему она стала настолько паршивой теперь, а выписывать надо, потому что другой спортивной нету, и вот приходится выписывать. Но вообще она, по сравнению с тем, какой была, просто потеряла свое лицо, своих корреспондентов, свои... Ну, все потеряла. Вы не можете как-то пояснить? Спасибо большое. Ну, это как вопрос к спортивному журналисту, да. Я никогда не работал в газете Спортэкспресс и несколько, наверное, лет уже предметно не читал эту газету и не держал ее в руках. Что-то видел на сайте, какие-то тексты, читал какие-то вещи типа разговора по пятницам мне нравились и нравились очень. Там работает несколько моих друзей и друзей очень хороших. Что именно произошло с газетой? Ну, мне кажется, что все-таки... Ну, это такой сторонний взгляд, более или менее сторонний взгляд. Все-таки я повторюсь, что я изнутри ситуацию не знаю, но мне кажется, что в свое время, в свое время, газета несколько упустила тот момент, когда она являлась безусловным флагманом рынка. То есть, если в 90-е годы, например, я покупал Спортэкспресс, потому что это издание быстрее всех давало отчеты о матчах российского футбольного чемпионата ради каких-то вещей, которые я тогда еще все-таки не мог посмотреть в интернете, да и интернет появился чуточку позже. Потом, в целом, контекст сменился. У каждого человека в доме появился интернет, а газета, на мой взгляд, оставалась долгое время примерно такой же. То есть, например, советский спорт, он на некоторое время уходил в тень, а потом под эгидой комсомольской правды он появился, и появился совершенно обновленным. И в советском спорте я работал, и это было очень-очень интересно. И в этом, конечно, огромная заслуга Игоря Александровича Котца, главного редактора тогдашнего газета, абсолютно перестроилась. С Спортэкспрессом в свое время это не произошло, и мне кажется, что вот этот момент был упущен. Что происходит сейчас, и чем нынешняя газета отличается от той, что была несколько лет назад, но я, к сожалению, я сказать не могу. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Что зовут? Коротенько, Константин. Да, задавайте. По поводу независимости прессы в России и в Европе, может быть, вы знаете, есть этот Альянс Лена, куда вошли все ведущие издания Франции, Германии, Польши, Астрии. Да, задавайте вопрос, Константин, пожалуйста, нерепный. Да, являются именно объединениями. А вопрос профессиональный, больше не с политикой. А по поводу Зельфи непосредственно. Давайте. Почему, на ваш взгляд, различаются ли в Латвии и в Эстонии, в Литве я не смотрел, содержимое русской или эстонской или латышской версии Дельфи, грубо говоря, латышская версия пишет в России стакан на половину пост, а в Латвии на половину пола. На русский пишут более-менее обо всем подряд. Да, мы поняли ваш вопрос. А я, честно говоря, понял не очень. Поэтому, Вадим, поясните мне, пожалуйста. Да, я поясню тебе эту историю, что все-таки отличаются новости на русской и латышской версии портала Дельфи. Что выносится, что не выносится, там отдельные авторские материалы и так далее. Они могут отличаться очень серьезно. Я не знаю, как в Эстонии, но в Латвии это достаточно заметно. Ну, в смысле, что у эстонской и у латвийской версии… Ну, это не калька. Русский Дельфи – это не калька с латышских. Так это и хорошо, что это не калька с латышских. Вот к этому, собственно, и вопрос. И эстонский русскоязычный Дельфи – это не калька с эстонского эстоноязычного Дельфи. И более того, я работаю над тем, чтобы это была все больше не калька. И это нормально, потому что все-таки… Ну, есть вещи, есть некий контекст, который не особенно интересует русскоязычного пользователя, русскоязычного читателя и зрителя в странах Балтии. Все-таки… Ну, например… Я всегда в пример привожу замечательного раллийного гонщика от Тетянака. Это гонщик, который сейчас лидирует в чемпионате мира по ралли. Это эстонский гонщик. И когда у эстонцев идет… У моих эстоноязычных коллег идет текстовая трансляция этапа чемпионата мира по ралли, это всегда самые посещаемые дни, это всегда самые посещаемые моменты. И я не буду говорить про конкретное число пользователей, которые читают единомоментно эту трансляцию, но оно очень и очень велико. Если мы ставим новость о том, что Оттянак победил, мы, я имею в виду русскоязычный портал, то эта новость не только не в топе, она не в десятке, не в двадцатке, и в целом ее прочитает не очень большое количество людей. То есть, ну, контекст разный. И, ну, так уж принято, что многие русскоязычные люди в Эстонии… Я не знаю, как в Латвии. В Латвии, мне кажется, если, например, идет чемпионат мира по хоккею, то в первую очередь все-таки будут болеть за сборную Латвии. Но вот в Эстонии хоккейная сборная слабенькая. Она играет в третьем по силе дивизионе. И поэтому на чемпионате мира, конечно, болеют все за сборную России. То есть, если на эстонском портале в целом новости о матче, например, хоккейном в Швеции, Финляндии и Россия-Канаде будут собирать примерно одинаковое количество кликов, то у нас, конечно, Россия будет собирать гораздо больше. Еще звонок. Контекст разный. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Алексей. Здравствуйте, Алексей. У меня такой вопрос есть. Значит, я понимаю так, что ваш гость ассоциирует себя как либерала. Он говорит про тех людей, которые арестованы в Москве. А у меня к нему такой вопрос. Вот ругают Путина. А что было бы с Россией, если бы не он пришел бы к власти? Что бы сейчас не было? А были бы такие люди, как Ельцин? Спасибо. Ох. Я не готов рассуждать на тему, что было бы. Это такая всегда альтернативная история. Что было бы, если бы, не знаю. И что было бы, если бы Гитлер не пришел к власти в Германии в 1933 году? То есть история не знает сослагательного наклонения. Понятия не имею, понятия не имею. Но вот так случилось. Вот мы живем вот здесь и сейчас. Не знаю. Мне кажется, что эти разговоры, они очень хороши под хорошую закуску. Но в то же время, ведь можно вспомнить такой классический пример о том, что когда Юрий Лужков был мэром Москвы, все думали о том, что как же Москва без Лужкова. Потом его отстранили от должности указом Медведева. И, в общем-то, Москва при Собянине похорошела, как сейчас говорят. Ну, то есть ничего страшного не произошло с Москвой, она не исчезла с карты мира. И о Лужкове довольно быстро забыли. Вот Путину не грозит эта история, вот если провести эти аналогии? Я бы провел другую аналогию. Примерно за год до того, как все замечательно голосовали за Владимира Путина на выборах президента, примерно за год до этого его знали считанные единицы людей в России. Считанные единицы. Поэтому, ну, окей, проголосовали за человека год назад, которого не знал. Ну, не знал никто. Можно, ну, если найдется какой-то другой человек, которого сейчас не знают, он также может стать лидером огромной страны. Ну что ж, на этом мы сегодня подведем итог нашего разговора. Главный редактор русскоязычного портала Delphi в Эстонии Андрей Шумаков был гостем программы «Встретились, поговорили». Впереди у нас программа «Абонент доступен», глава в ЦИОМ Валерий Федоров будет нашим гостем по скайпу. Поговорим, кстати, и о Владимире Путине, и о его популярности тоже. Так что не переключайте. Андрей, мы говорим спасибо и всего доброго. Спасибо, до свидания.